история гласит о том как одно существо переоценила свои силы и в итоге оплатилась за это я вас приветствую и подписчики и гости этого канала с вами как обычная полосадик вы на канале полосадик 2 это записанный геймплей в игре до исчезновения в роблоксе ну или же предыдущее вымирание грубо говоря я играл здесь за этого дина хейруса это мой любимый динодавр если честно я решил за него поиграть и геймплей здесь очень интересный вышел даже я пока разобрался в игре я блин успел несколько раз подохнуть за него потому что блин ну какой то тут непонятный баг что ли я даже не знаю ребят потому что вот смотрите вот в нижний левый угол да это шкала голода а вон там вот кусты видите впереди вот так вот по логике вещей дина хейрус должен их тоже кушать потому что он все я один в этой игре могут и в реальной жизни быть сиядным я еще точно не разобрался но грубо говоря меня смущает тот факт почему он не может жрать эти кустики по логике вещей он обязан жрать эти кустики даже когда ты по нюху откушаешь что ты ты вот видишь что там хитбокс показывается зеленый то бишь травка который можно жрать а тебе тебе просто не дают это поесть хоть как там встань хоть правильно неправильно тебе не дадут пожрать эту грёбаную травку и в итоге приходится тебе быть хышником ребята хышником вообще тактика у меня очень простая это играть за травоядного и просто расти определенных играх допустим тот же пути титанов на android да если кто не знал он доступен к также на android я не уверен доступен ли он или на ваших устройствах но на моем вот этому . устройстве он доступен так что спокойно могу играть и советую ставить в пути титанов графику самую низкую чтобы у вас телефон не нагревался и спокойно но у нас не путь титанов а совершенно другая игра так что вот как вы видите я пытаясь здесь определиться с управлением вот под компьютеры действительно это идеально сделана игра для компьютеров но никак не для телефонов вот пускай чуть удобнее сделают для телефонов возможно что на теле на компьютеров можно жрать эту грёбаную травку но здесь я чё-то только мясо могу есть за дейна хирюса шо за логика такая ну и вот я там услышал какой-то рык и вижу это я не знаю картоле карнатауэр то ли нет я на его рычание вот шоу искал там вообще непонятно вот такое ощущение что он прям с тобой рычит но он где-то за килом за километр в итоге я к нему иду спускаюсь он меня даже не видит вот это зараза вот не знаю только карнатауэр то ли то ли кто это я даже не знаю ребят ну и в итоге я пересчитал свои силы раз мегалозавра смог я грохнуть значит я и этого будака смогу грохнуть а нет мне так сказали нахер он он сука слишком быстрый вот прям слишком быстрый а еще и рек залез я я не хотел нажимать на отдых принципе я хотел этого рекса не смог ну и как видите это война бесконечности я просто побежал за ним и я его догнать не могу вот просто тупо взять и догнать не могу дейна хирюс на это не способен что весьма обидно и здесь система боя вот она прям отвратительно сделаны если честно вот вот прям ты хоть сколько разбей ты все равно либо не попадаешь по кнопку хоть они огромный как подбородок танца короче ребята зато классная анимация здесь бывает ну смотря где и как да и на хирус мне понравился вот этой игре я могу поставить 10 из 10 за дейна хируса эти резинозавра ну теперь вы просто понаблюдайте за геймплеем шо я там пытался сделать вот я еще на этого мелкого мудачка ходил на пасти и это гнида на меня напала да она просто меня уничтожила я ничего не мог с этим поделать вскоре я заспавнился где-то наверху и упал в реку дальше плавал дальше ничего интересного не было весь самый интересный махач и уже показал дальше ничего интересного и не было все также пытался нормально пожрать в этой игре вот скажите мне вам нравится такая рубрика где я буду что-то объяснять как маковей тапкин там по пути титанов или же за айсал и в рима там геймплей записывать и потом его поверх озвучивать вам такой контент будет нравится если да то пишите в комментариях мне будет если честно приятно узнать но ваше мнение как там там при айл интересно будет или нет ну что ж с вами был как обычная полосатик всем хорошего лета июня уже прошел а вы чего-нибудь сделали я успел что нормально сделать короче ребят всем хорошего вам настроения времени суток и хороших каникул удачи и увидимся в следующем выпуске